То есть вы уверены, что Бога нет? Активный атеист. Активный атеист. Это мне нравится. И антитеист. И антитеист. То есть вы на сто процентов уверены, что Бога нет? Нет. Но это и значит атеист? Нет, это не так. Но тогда вы агностик. Нет. Ладно, видите ли, все хотят навеживать ярлыки. Я не верю, что есть какой-то Бог. Хорошо. То есть вы уверены, что Бога нет? Нет, я не уверен. Хорошо. Тогда вы не уверены. «Ну, я могу быть уверен». «Хорошо, тогда просто скажите, я не знаю». «Нет пути». «Хорошо». «Нет пути, но, насколько я понимаю...» «Ладно, все доказательства указывают...» «Какие доказательства?» «Какие доказательства?» «Да, какие доказательства?» «Отсутствие доказательств существования Бога». «Но это не доказательства. Отсутствие доказательств не является доказательством». «Ладно, хорошо, но...» «Вы сказали, что все доказательства...» «Это семантика». «Нет, мы не играем в семантику». Вы сказали, все доказательства указывают. Покажи мне, что твой Бог существует. Понял вас, я доберусь до этого, расслабьтесь. Я понял вас. Думаете, что это наше первое Родео? Нет. Хорошо, хорошо. Подождите, давайте установим какие-то основы. Когда вы говорите, я слушаю, а когда я говорю, вы слушаете. Как вам? Да, прямо как в твоих видео на YouTube. О, вы видели мои видео? Я видел много. Хорошо. Они вам понравились? Я нашёл их. Нет, я говорю, вы нажали на кнопку «Лайк». Нет. Да ладно, вам должны нравиться видео, верно? Вы подписались? Нет. Вы хоть прокомментировали? Извини, вы хоть прокомментировали? Да, я прокомментировал мои видео. Да. Спасибо. Пожалуйста. Итак, вернёмся к правилам обсуждения. Хорошо. Поэтому, когда вы говорите, я буду слушать. Когда я говорю, вы слушайте. Чтобы мы могли вести уважительный разговор. Хорошо, без проблем. Итак, вы сказали, что все доказательства указывают на то, что Бога нет. Но затем, когда я спросил вас о доказательствах, вы сказали об отсутствии доказательств. Я просто хочу прояснить. Утверждение, что у никого нет доказательств, не является доказательством. Значит, но... Могу я закончить? Да-да. Например, если я скажу, что все доказательства указывают на то, что вы убийца. А они скажут, а где доказательства? А я скажу, у никого нет доказательств, что он не убийца. Это не доказательства. Хорошо? Это достаточно справедливо. Справедливо. Хорошо. Итак, вы сказали, что вы не уверены, существует ли Бог. Ну, я не могу быть уверен на 100%. Хорошо, у вас есть процент. Насколько вы уверены? Я бы сказал, на 99%. То есть, вы на 99% уверены, что Бога нет? Что ж, если Он захочет появиться, я приму Его с распространственными объятиями. Я рад. Хорошо. Это просто... Да, я просто хочу сначала понять, потому что... Если бы там был Бог... Хорошо, я сначала послушаю вас. Если бы там был Бог... Верно. Он бы мог показать себя в любое время, когда захочет. О, как слуга. То есть, Он должен появиться по первому вашему хотенью. Извини. Бог не нуждается в вас. Ему не нужно показывать себя вам. Как ты узнал об этом? Давайте я скажу вам. Хорошо. Он сказал тебе это? Он прошептал это в твоей раковине? Нет, Он сказал это в своей книге. Он сказал своему пророку, что Он не нуждается ни в ком. Он сомод. Сомод означает тот, кто ни в ком не нуждается. А в нем нуждаются все. Хорошо? Могу я? Я хочу добавить к этому. Хорошо, говорите. Когда ты говоришь, ты затрагиваешь множество тем. Подождите, вы задаете мне вопрос. Хорошо. Говорите. Если ты что-то скажешь, а я отпущу это, то потом я не смогу это оспорить, потому что ты перейдешь уже к другой теме. Хорошо. Хорошо. Итак, я буду останавливать тебя время от времени, просто чтобы прояснить какой-то момент. Но если ты предпочитаешь, чтобы я не делал этого, я не буду. Итак, вы упомянули несколько вещей, на которые я хотел ответить. Я позволяю вам закончить, потому что если я вас перебью, это оборвет вашу мысль. Если мы друг друга не слушаем, тогда мы не сможем иметь продуктивную беседу. Вы спрашиваете меня. Это твои правила. Это правила вежливости. Если вы не хотите придерживаться их, мы можем перебивать друг друга хоть целый день, верно? Это ненормально, и это не принесет результата, верно? Итак, когда вы задали мне вопрос, Бог сказал вам это? Я просто отвечал, я не менял тему или что-то в этом роде. Хорошо. Теперь, когда я разговариваю со многими атеистами и агностиками, они предлагают мне разные системы убеждений. Ранее вы были очень активным атеистом. Вы сказали, Бога не существует. Потом, когда я спросил вас, вы уверены? Вы сказали, я не могу быть уверен. А затем вы сказали, я не уверен на 100%. Затем вы вернулись с 99%, верно? Хорошо. Итак, мой первый вопрос к вам. Просто чтобы понять, откуда вы исходите, пока мы даже не вдаемся, существует ли Бог или нет. Существует эта огромная вселенная, верно? Конечно. И там много знаний, верно? Да или нет? Много знаний? Да. Когда вы говорите «знания», кто обладает знаниями? Разные люди обладают знаниями по всему миру. Вы имеете в виду по всему миру? Сквозь вселенную, сквозь галактики. Мы не знаем, есть ли что-то живое снаружи, но есть вещи. Я не говорю о живых существах, но во вселенной есть вещи, которые мы еще не открыли и не познали, верно? Вот почему мы посылаем спутники. Черная материя или темная материя. И как она работает. Черные дыры. Ну, я бы не сказал, что там есть знания. Там есть знания, которые можно заполучить. Итак, позвольте мне объяснить это. Например, черные дыры, хорошо? Они существуют, верно? Так нам сказали, но я не видел ни одного. Вы верите в это или нет? Я имею в виду в те изображения, которые показывают нам ученые. Они фейки или что? Нет, я думаю, что они, вероятно, так и делают. То есть вы не уверены во многих вещах. Доказательства существования черных дыр, которые вы видели. Верите ли вы в их существование? Или это выдумка НАСА? Как то, что Земля плоская, а они нам лгут. Нет, я не думаю, что это выдумка. Я не думаю, что они лгут. То есть они существуют. Я не могу сказать, что они существуют. Те фотографии, которые нам показывают НАСА, что это? Но действительно ли они показывают нам черные дыры? Ну, они так и говорят, что именно так выглядит черная дыра. Хорошо, вы верите, что галактики существуют? Ну, нам сказали, что так оно и есть. То есть нас обманывают? Я не знаю. Там определённо есть изображение галактик, верно? Как Млечный Путь. Наверное, так и есть. Я не думаю, что нас обманывают. Хорошо. Смотрите, подождите. Подождите. Когда мы доберёмся до вопросов? Я даже не добрался до вопросов. Я просто хочу понять. Потому что мой вопрос на самом деле заключается в том, что есть много вещей, которых мы ещё не знаем. Конечно. Хорошо. Мы знаем очень мало. Верно. Какую часть всего, что можно знать во Вселенной, вы думаете, что знаете лично? О, меньше 0,0001%. Так что это действительно забавно. Вы знаете менее 0,000001% того, что происходит вокруг, но вы на 99,9% уверены, что Бога нет. А это просто говорит мне о том, что вы думаете, что знаете больше, чем есть на самом деле. Потому что... Если это твоё мнение, то... Могу ли я закончить? Причина в том, я даже не привожу вам причины, почему я верю в Бога. Или почему я знаю, что Бог существует. Я просто говорю, что... Это просто показывает ваше мышление. Когда вы знаете 0,000%... Ну, это здорово знать. Мы когда-нибудь не будем перебивать друг друга? Конечно. Спасибо. Хорошо. Итак, если существует так много всего, чего вы не знаете, то как вы можете быть на 99,9% уверены, что Бога нет, если вы знаете только 0,00000%? Ну, хорошо. Хороший момент. Спасибо. Всё в порядке. Позвольте спросить вас кое-что. Откуда взяла жизнь? Мы не знаем. Мы не знаем? Есть ли у вас какие-либо идеи? Нет. То есть у вас вообще нет никаких идей? Вы когда-нибудь изучали теорию эволюции? Конечно. Хорошо. Тогда у вас есть какая-то идея, верно? Вы только что сказали, что у вас вообще нет никаких идей. Да, но ты задал два разных вопроса. Верю ли я в эволюцию? Да. Хорошо. Я спросил вас, откуда берётся жизнь? Подождите. Эволюция касается вещей, которые эволюционировали. Хорошо. Я слушаю вас. Они уже существовали. Они просто развились. Хорошо. А ты ввёл в существование чего-то. Я ничего не вводил. Разве я что-то вводил? Я просто задал вам вопрос. Я ничего не вводил. Ты спросил, откуда взялась жизнь? Это вопрос. Это не введение. Откуда взялась жизнь? Да, это вопрос. Эволюция не говорит нам, откуда взялась жизнь. Хорошо. Говорит ли это вам? Подождите. Даже если вы скажете, что я задал два разных вопроса, я ничего не водил. Я только задал вам два вопроса. Хорошо, хорошо. Итак, касательно того, откуда взяла жизнь, откуда она развилась, откуда это началось. В теории эволюции определенно есть теории на этот счет, верно? Ну, ты задал несколько разных вопросов в этом одном предложении. Хорошо, мой вопрос. Будь более конкретен. Хорошо. Рассказывает ли теория эволюции о том, как развилась жизнь на Земле? Да, там говорится о том, как это развивалось. Хорошо. Вы верите в это? Да. На сто процентов? Да. Хорошо. Как, согласно теории эволюции, развилась первая живая клетка? Ну, на самом деле, они этого не делают. Ну, я не уверен насчет клеток на сто процентов. Действительно. Вы уверены, что не знаете? Вы это изучали? Не глубоко. Но вы верите в эволюции на сто процентов. Это довольно интересно. Могу я сказать кое-что? Вы сказали, что верите в теорию эволюции на сто процентов. Верно. А сами даже не изучали это. Вы даже не можете этого объяснить. Ну, разве это не интересно? Разве нет? Видите ли, по сути, у вас слепая вера в теорию, для которой у вас нет доказательств. То есть, вы говорите, что у меня слепая вера. Итак, значит, у вас слепая вера. Хорошо. Тогда я хотел бы сказать вам, что первая клетка должна обладать минимальным набором генетики. Это называется концепцией минимального гена. Вы когда-нибудь слышали об этом? Да. Значит, слышали. Ладно, хорошо. Так сколько же генетики должно быть в минимальном наборе, необходимом для выживания одноклеточного живого организма? Я не уверен на сто процентов. То есть, вы не знаете об этом? Ну, я не ученый. Ну, я тоже не ученый биолог. Но сейчас я исследую. Хорошо. Предполагается, что в стерильных условиях требуется минимум 200 генов. И вы можете пойти домой и проверить. А в клинических условиях около 300 с чем-то генов необходимо для минимального одноклеточного организма, чтобы выжить. Хорошо. Так кто внедрил эти гены? Ну, это наводящий вопрос. Кто? Это вопрос. Ну, я бы сказал, что внедрило эти гены. Хорошо. А что внедрило туда эти гены? Я не знаю. А ты знаешь? Да. Тогда кто это? Я верю, кто это. Ну, ты веришь, кто это, и не можешь доказать, кто это. Я могу. Но мы еще не добрались до этого. Как ты сделаешь это? Мы доберемся до этого. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Итак, факт в том, что первая живая клетка, чтобы ей выжить, она должна иметь минимальный набор генетики, чтобы развиться. И таким образом, теория эволюции, в которую вы верите на 100%, просто развалилась. Потому что как она эволюционировала, чтобы иметь этот минимальный набор генетики, если она не могла изначально выжить без них и не могла бы быть живой клетки без них? Ну, прошу говоря, я не думаю, что они абсолютно уверены в том, как это происходит. Наука на самом деле не говорит, что она знает, как началась жизнь. Хорошо. Ты говоришь, что знаешь, как началась жизнь. Верно. Ты говоришь, что это сделал Бог. Я этого не говорил. Вы только что вложили слова мне в рот? Тогда ладно. А разве я сказал это? То есть никто так не говорит? Люди говорят. Но если вы говорите обо мне, позвольте мне рассказать вам, во что я верю. Хорошо. Не вкладывайте в меня свои идеи. Хорошо. Теперь давайте вернемся к концепции минимального гена. Итак, теория эволюции, в которую вы верите на 100%, не может ответить на вопрос, почему первая живая клетка уже имела этот минимальный набор генетики. Так что это означает, что... Я с тобой согласен. Ладно. Хорошо. Я рад. Хорошо, это означает, что теория неверна, потому что это не делает ее неверной. Я позволяю вам говорить, а вы позволяйте мне говорить. Хорошо. Теория состоит в том, что вещи развиваются из того, что меньше их. Живая клетка не могла бы развиться, не обладая минимальным набором генетики. Это то, что мы можем доказать в ходе клинических испытаний. Значит, теория неверна. Я не против этого. Тогда теория неверна, потому что... Чему ты клонишь? Суть в том, что теория эволюции оказалась ошибочной. Я только что объяснил как. Хорошо, если ты в это веришь. Нет-нет, это не то, во что я верю. Это то, что мы можем доказать в ходе клинических испытаний. Это не слепая вера, как у вас. Я основываю свои выводы на том, что действительно можно доказать в ходе клинических испытаний, в отличие от теории эволюции, которую нам никогда не удавалось доказать в контролируемой среде в клинических испытаниях. Я работаю в сфере производства медицинского оборудования. Я работаю с учеными. Я работаю с клиническими исследованиями. Я прихожу к этому не просто и слепой вера. Я привожу доказательства. Итак, теория эволюции, в которую вы верите на 100%, оказалась ошибочной. Согласны? Слушай, я могу ответить сейчас? Пожалуйста. Независимо от того, прав я или нет, ты все равно не доказал, что Бог существует. Хорошо, вы хотите перейти к другой теме? Я просто говорю, докажи, что ваш Бог существует. Отлично. Мы можем долго играть. Вы хотите, чтобы я говорил? Да, давай. Хорошо. Потому что я хочу быть уважительным. Но сначала я хочу послушать вас. Так что, если вам есть что сказать, я выслушаю. Нет, ты продолжай. Хорошо. Итак, я верю, что есть Создатель, который создал Вселенную, который создал Галактики, и который создал все, что существует, что когда-либо живет с самого начала. Но я это понимаю. Я не верю, что Богу нужно показывать мне свое лицо, потому что Бог не должен. Я это понимаю. Хорошо. Спасибо. Позвольте мне закончить то, что я говорю. Я просто согласен с тобой. Спасибо, я ценю это. Вы замечательный человек. Вы очень вежливы. Мне это нравится. Хорошо. Я верю, что есть великий Создатель. Я верю, что Создатель больше всех нас, и Он не нуждается ни в ком из нас. Верно? Этот Создатель не обязан следовать моим правилам. Я не могу сказать Богу, «Эй, если ты хочешь, чтобы я поверил в тебя, покажи мне свое лицо». Это так не работает. Я тот, кто нуждается в Боге. Когда я болею, Он тот, кто лечит меня. Не я тот, кто лечит Его. Ему не нужно мое поклонение. Ему не нужно, чтобы я верил в Него или не верил в Него. Моя вера в Него или неверие в Него не причиняет Ему ни вреда, ни приносит пользы. Он великий Творец. Это вредит мне и приносит пользу. Поэтому для моего собственного спасения, для моей хорошей жизни в этом мире и в будущей жизни я должен исследовать. Теперь, я верю, что великий Создатель каждый день показывает нам чудеса. Когда восходит солнце, когда заходит луна, когда рождается ребенок, я верю, что это чудо. У женщины регулярно нет молока, но когда она беременеет, молоко появляется в груди. Я верю, что это чудо. Это показывает, что таков замысел. Это нечто удивительное. Нечто, что не могло бы произойти, если бы это не задумал Создатель. Потому что, если вы посмотрите на теорию эволюции и идею естественного отбора, что у вас возникает потребность в чем-то, чтобы затем что-то было случайно изменено и выбрано для выживания. Но если бы существовали определенные виды, у которых не было материнского молока до того, как они выжили, тогда не было бы смысла получать молоко. Не было бы и вида. Верно. И не было бы никаких видов. Абсолютно. Тогда не было бы и жизни. Потому что я считаю, что Создатель – это тот, кто задумал этот прекрасный замысел. Тело женщины без какого-либо предупреждения, без какой-либо компании, без какого-либо человека, без Макдональдса, без Гугла, без Старбакса. Верно? Кстати, бойкотируйте. И без всего этого появляется молоко в ее груди. Тогда, когда в этом есть необходимость. Я верю, что это удивительно. Теперь, мы видим, что подобное не может произойти без замысла. Точно так же, как эта камера или этот телефон имеет продуманный дизайн и замысел. Вы же более сложны, чем это. У вас есть глаза, которые видят лучше, чем фотокамера. Ваш разум умнее. Ну, камера видит лучше, чем я. Я бы с этим не согласился. И позвольте мне объяснить это, хорошо? Например, если я прямо сейчас вытащу камеру, восприятие глубины этой камеры не будет таким хорошим, как восприятие ваших глаз. И камера даже спроектирована по образу глаза. Потому что не было никакой концепции камеры, если бы не было ваших глаз. И эта камера, если сломается, она не восстановится. Но у глаз есть слепые зоны. Камера имеет гораздо меньший обзор и слепые зоны. Прямо сейчас эта камера смотрит на меня и на тебя. Ничего из того, что находится за ней, не видно. У глаз более широкий обзор, чем у камеры. Но опять же, вы знаете, что человеческое тело более сложное, чем айфон. Она сложнее телефона Самсунг, она сложнее автомобиля. И ни одна из этих вещей не могла бы быть создана без дизайнера, без создателя и без производителя, без фабрики. И вы знаете это. Вы знаете это. Да. Так что это явное свидетельство того, что вы не оспариваете существование создателя. Нет. Конечно, да. Нет. Вы только что согласились. Я сказал... Хорошо. Физические вещи, которые у нас есть... Являетесь ли вы физическим? Теперь ты меня перебиваешь. Мне жаль, я просто спрашиваю. Я хочу внести ясность. Ты хочешь продолжать перебивать меня? Нет. Но можешь, если хочешь. Я не хочу. Именно так ты бы предпочел это сделать. Я слушаю вас. Хорошо. Я говорю, что физическое, что создано человеком, явно сделано людьми. Так что это не имеет абсолютно никакого отношения к воображаемому Богу. Абсолютно ничего. Ваш Бог вымышленный, воображаемый. И насколько я понимаю, он плохо управляет отрядом. Вы закончили со своей мыслью? Я просто говорю, ты указываешь на вещи, созданные человеком, которые, как мы все знаем, созданы человеком. Откуда вы знаете? И это не связано с Богом. Хорошо. Вы закончили? Вы закончили? Да. Хорошо. Теперь твоя очередь. Откуда вы знаете, что это сделал человек? Докажите это. Ну, я мог бы отвезти тебя на фабрику. Отвезите. Дизайнер этого телефона, вы когда-нибудь встречали его? Какое это имеет отношение к этому? Это значит, вы говорите, что это имеет дизайн, без каких-либо доказательств, которые вы приводите? Доказательство у тебя в руках. Как это доказывает, что так задумано? Потому что нет другого способа его существования, если бы кто-то его не спроектировал. А-а-а. Почему нет? Потому что это спроектировал человек. Вы только что доказали мою точку зрения. Нет. Вы сказали, нет никакого способа. Я сказал. Могу я закончить? Вы сейчас перебивайте меня. Вы только что сказали, что этот девайс сам является доказательством того, что есть конструктор. Это потрясающе. Да. Позвольте мне говорить сейчас. Хорошо. Вы говорили, я слушал. Спасибо. Вы только что сказали, что это доказательство того, что существует дизайнер. Вы никогда не видели дизайнера и никогда не видели создателя. Но вы верите в нечто невидимое из-за этого. Что ж, если ваши слова правда, то вы и доказательство того, что в Творе существует. Моя мама создала меня. Ваша мать не создала вас. Нет, она сделала. Ваша мать родила вас. Она не создавала вас. Она не проектировала и не создавала ваш мозг. Она создала меня за 9 месяцев. Она создала меня из одной клетки. Я дам вам закончить. Она создала меня из одной клетки за 9 месяцев. Это довольно удивительно. Вы закончили говорить? Да. Теперь ты можешь говорить. Спасибо. Ваша мать не создавала вас, но она родила вас. Она не проектировала ваши легкие. Она даже не знала, как вы будете выглядеть. Она не знала, будете ли вы здоровы, когда родитесь. Она не знала, какого цвета у вас будут глаза. Она не знала, какого вы пола. Она родила вас. Это все равно, что сказать, что смартфон разработал завод. Нет, смартфон производства завода. Он не проектирует его. Ваш создатель создал вас. Кто создал ваше сердце. Кто сделал так, чтобы ваши почки работали и очищали мочу. Это не ваше мать сидела и ставила эти программы. В этом нет нужды. Могу я закончить? Да, конечно. Спасибо. Теперь ваше утверждение о том, что это само по себе, является доказательством существования творца и дизайнера, подтвердило мои точки зрения. Свидетельство того, что вы стоите здесь, и ваша функциональность, это свидетельство того, что есть дизайнер и творец. И это не ваша мать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok